Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева, Черкесия, в студии Руслан Жукаев и коротко о главном. Он искренне любил свою республику и все народы, которые веками живут вместе. 19 лет назад ушел в жизни первый глава Карачаева, Черкесии Владимир Хубеев. Открытый диалог бизнеса и власти состоялся в Карачаево, Черкесии. Трехчасовая беседа замминистра экономики России Сергея Назарова с 80 участниками. Правильное питание, гигиена и уход, наличие необходимых прививок, современное лечение. В Карачаево, Черкесии завершилась неделя детского здоровья. В Карачаево, Черкесии начал работу педагогический клуб «Наставник-09». Кто куда будет входить и как он будет функционировать в нашем репортаже. 17 марта 2004 года на 72-м году жизни не стало первого главы Карачаева, Черкесии Владимира Исламовича Хубеева. Будучи членом Совета Федерации первого созыва, Владимир Хубеев активно участвовал в законотворческой деятельности нового парламента. А в качестве члена Конституционной комиссии он также работал над проектом действующей Конституции страны. Владимир Исламович был одним из инициаторов принятия закона о реабилитации репрессированных народов и о преобразовании Карачаева-Черкесской автономной области в республику. Возглавив вновь образованный субъект Федерации в непростые постперестроечные годы, он ценой неимоверных усилий сумел сохранить мир и межнациональное согласие в нем. Трудовой путь Владимира Исламовича был неоднократно отмечен высокими наградами, среди которых ордена Трудового Красного Знамени и Дружбы Народов. Где бы он ни трудился, его особой и повседневной заботой всегда была родная Карачаева-Черкесия и благополучие народов населяющей республики. Он руководил республикой с 1991 по 1999 годы. В рамках рабочей поездки в Карачаево-Черкесию сегодня заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров вместе с членами правительства республики посетили архи, что впечатлило федерального чиновника, расскажет Али Баташев. Мне нравится, чтобы были хорошие трассы, прям такой пухлячок, снежок, чтобы не особо много народу, чтобы кататься в свое удовольствие. Мне вот это нравится больше всего. Алия Курман-Галиева приехала с Урала, от Джохарта-Таркулов и станицы Зеленчугской. Туристы из России и других стран любят всесезонный курорт Архыс и наслаждаются здесь горнолыжным спортом и великолепной природой. Катаюсь с начала сезона тут, учу людей. Что бы хотелось здесь улучшить? Добавить еще трасс, побольше. Не хватает, мало. А очереди вот на канавках там, ничего? Все нормально? Очереди. Ну, высокий сезон, само собой, они везде бывают, эти очереди. Ну, я думаю, с увеличением курорта, который, я думаю, планируется потихоньку, очереди будут меньше. Мощность курорта Архыс будет увеличена, заявил после осмотра объектов инфраструктуры Архыза заместитель министра экономического развития Российской Федерации Сергей Назаров. Это увеличение фактически мощностью курорта в два раза. И здесь есть некие ограничивающие факторы близлежащие. Вот, допустим, с точки зрения поселка Архыс, там мы договорились вместе с субъектом о том, что мы поможем, подготовим мастер-план, под который должен быть скорректирован генплан и правила застройки землепользования, потому что много незаконных объектов строения. И, соответственно, это точно не создает какой-то привлекательности к курорту и комфорта для вообще отдыхающих. И, собственно говоря, Софийская поляна, наверное, тоже в этой же плоскости рассуждения. Архыс, Софийская поляна и дорога на Пхию – приоритетное направление развития, отметил Сергей Назаров. Чтобы это было действительно привлекательным местом, организованным для туристов, с формированием маршрутов, причем разных, как и пеших, как и конных, велосипедных или маршрутов автомобильных, которые, в общем-то, есть что смотреть, действительно привлекательно. Ну и по дороге – это отдельный вопрос, там, собственно, было отдельное поручение рассмотреть. Это вопрос соединения курортов Архыза и Красной поляны. И частично эта работа там субъектом ведется. Вот проект дороги до кислых источников, он не закончен, его надо заканчивать. Ну а дальше, я думаю, что там возможные вопросы, вернее, возможные варианты строительства дороги в рамках концессии. То есть это вопрос пока в стадии обсуждения. Но я думаю, что мы будем искать варианты решения. Это позволит сделать курорт более привлекательным для туристов, поток которых с каждым годом растет. Али Баташев, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия, Архыз. В рамках рабочего визита заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров и председатель правительства Карачаева-Черкесии Мурат Аргунов встретились с бизнес-сообществом Карачаева-Черкесии. Приняли участие в дискуссии заместитель полпреда президента России по СКФО Владимир Надыкта и первой предправительства республики Дагернс-Бакуев. Главной темой обсуждения стало становление и развитие предпринимательской деятельности в республике. Какие пути и меры поддержки могут оказать для них положительное воздействие. Об основных моментах встречи расскажет Альбина Ламкова. «Мир красивее и ярче» – основная цель для старта бизнеса Фатимы Эбзеевой. Получение прибыли приносит ей удовлетворение желания развивать своё дело. Она занимается производством головных уборов. Встреча с соратниками по бизнесу даёт поиск новых возможностей в точке отсчёта и поддержки новых идей для собственного производства. «С удовольствием занимаюсь производством головных уборов. Очень хорошую поддержку мне оказал центр «Мой бизнес», в том числе Диана Казимовна. От них, помимо практических, скажем так, навыков, как всем этим заниматься, как входить в этот бизнес, очень много было советов. И, вы знаете, я благодарна им. Они дали мне возможность съездить на выставку, увидеть, как другие люди занимаются бизнесом». Несмотря на то, что организатором мероприятия является Кавказ РФ, такие встречи рассматривают как точку сборки всех институтов развития кредитно-финансовых организаций, помогающих росту местного бизнеса. Ресурс Министерства экономического развития позволяет скоординировать всех участников процесса. Причём речь идёт не только о финансовой, но и экспертной кадровой поддержке. Важно, чтобы этот диалог продолжился и дальше уже в рабочем режиме. Через конструктивное общение и, главное, увеличение числа реализованных проектов, отметил заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров. «У кончайшей профессии есть серьёзный потенциал. И мы понимаем, что буквально мы сейчас посетили Донбай, который, как туристический класс, наверное, имеет ещё серьёзные перспективы. Направление все, наверное, требует и какой-то концентрированной поддержки со стороны власти». Привлекательными для инвестиций в наши республики считаются такие отрасли экономики, как туризм, животноводство, выращивание и переработка овощей и фруктов. Инвестиционные проекты по ним стали отдельной темой для их обсуждения. «Все мы понимаем, что бизнес играет важную роль в развитии любого региона. И в условиях санкционного одобрения, в условиях внешнего одобрения нам необходимо выработать темы, которые будут идти на пользу бизнесу. Мы понимаем, что необходимо снизить герократические поволочки, которые возникают». В контексте проведённой дискуссии с бизнесменами, представителями власти, институтов развития и банков было отмечено и то, что уже создано для развития экономики нашего региона. Какие механизмы поддержки считаются основными и как найти стимулы для их развития, продолжив работу эффективно в изменившихся условиях. В Карачаево-Черкесии местами дождь, ночь в горах с мокрым снегом, ветер северный 5-10 метров в секунду. Температура ночи плюс 3, плюс 8, в горах минус 3, плюс 2, а днём до 13 градусов выше нуля, в горах плюс 1, плюс 6. В Черкесии небольшой дождь, ветер северный 5-10 метров в секунду. Температура ночи плюс 5, плюс 7, а днём 11-13 градусов тепла. В картинной галерее открылась выставка двигающихся, говорящих и поющих героев из любимых советских сказок и мультфильмов. Ждём вас кеджин дневно с 10 до 19 часов. Выходной понедельник. Сотелла «Мебель». Широкий ассортимент от мягкой до корпусной мебели. Доставка по Карачаево-Черкесии и Ставропольскому краю бесплатно. Станица Отрадная, улица Широкая, 2Б, 2 этаж. Телефон 8 952 836 47 03. Как предотвратить возможные заболевания с первых дней жизни ребёнка и какие факторы отрицательно влияют на его здоровье? Об этом нам рассказала заслуженный врач Карачаева-Черкесии, руководитель отделения патологии новорождённых Республиканского и перинатального центра Фатима Кубиева. С ней беседовал Али Баташев. Первым и главным условием здоровья ребёнка, по мнению заслуженного врача Республики Фатимы Кубиевой, является питание по возможности натуральными продуктами и отсутствие вредных привычек у родителей. Отказ от курения, алкоголя, наркотиков в пользу здорового образа жизни. Сидячий образ жизни, зависимость от, уже теперь, и от телефонов, и от игромания. Вот это всё, с этого всё и начинается. Вот у таких родителей здоровое потомство не может быть. Это способствует не только недонашиваемости, но и если беременная женщина будет иметь вредные привычки, можно столкнуться и с новорождённым, который уже имеет синдром отмены, если мама потребляла наркотики. Влияние вредных привычек у отца такой же, как и у матери тоже. А после того, как младенец появился на свет, главным фактором, влияющим на его здоровье, является грудное вскармливание, если нет противопоказаний, а также совместное пребывание матери и ребёнка. У нас в перинатальном центре, уже в родзале, если на то нет противопоказаний, а такие противопоказания, единичные, родившегося ребёнка, уже в родзале первые полчаса прикладывают к груди матери, чтобы младенец, появившись на свет, получил капельку молозива. Молозива – самая ценная часть грудного молока, которая содержит антитела от всех практически заболеваний, которые перенесла в своё время мама. Небезопасным для здоровья малыша может быть использование национальной люльки, предупреждает врач. Национальные люльки использовали из покон веков, но тогда не были доступны такие вещи, как коконы. Но не всё было изучено в медицине. И, вы знаете, в люльках очень часто синдром внезапной смерти. К сожалению, такие случаи и по сей день бывают в аулах, в селах. Правильная гигиена и уход, наличие необходимых прививок, своевременное лечение, основанное на достижениях медицины – это главное условие, чтобы будущий гражданин страны был здоровым и счастливым. Али Баташев, Олег Молхожев, Вести Карачаева, Черкесия. Старт дан. В РИПКРО торжественно открыли клуб «Наставник-09», в который вошли представители со всех городов и районов республики. Президент России Владимир Путин объявил этот год годом педагога и наставника, и в этом направлении будет проводиться колоссальная работа. Альбина Курачинова-Кенжева продолжит тему. Поддержка педагогов, в том числе и молодых специалистов, взаимодействие с более опытными коллегами, повышение престижа учительской профессии, содействие профессиональному общению – все это вобрал в себя клуб «Наставник-09». Зачем нужен наставник? Наставник – это помощник в учебе. Учителя и наставники – это основа любого общества. Какие нравственные основы заложит, каким навыком обучит учитель своего ученика, таким будет ученик. Уважаемые педагоги, у каждого из нас в жизни есть свой учитель. Тот, кто мудростью, душевной щедростью, глубокими знаниями помог познать свой внутренний мир. В рамках работы клуба будет организована методическая поддержка педагогов. Запланировано проведение семинаров, конференций, мастер-классов, конкурсов и форумов учительского мастерства. «Надо постараться поднять престиж учителя еще на более высокий уровень, чтобы наши родители и наши детки понимали, что учитель – это друг, это товарищ, это наставник, и его надо ценить, любить и уважать». Кроме того, у членов клуба появится возможность использовать в практике эффективные методики и технологии обучения. Будут также созданы условия для расширения знаний и умений, полученных педагогами в процессе профессионального образования. «Продолжим нашу совместную работу по повышению социального статуса педагогов, закреплению их ведущей роли в обществе, поднятию на качественно новый уровень престижа профессии. Ну и кроме этого, этот год призван подчеркнуть роль педагогического сообщества в жизни нашей страны, с тем, чтобы повысить интерес молодежи педагогики. Наставников будут сопровождать и поощрять за эффективную работу в передаче педагогического опыта молодым специалистам. В Карачаево-Черкесии запланировано множество мероприятий в данном направлении. Альбина Курачинова, Кенжио, Расул Бердиев, Вести, Карачаево-Черкесия. Зачем подниматься в горы, если можно прогуляться по городу? Непривычный участник дорожного движения был замечен вчера во второй половине дня в Черкесске. Сбежавшего, видимо, от хозяина козлатура-красавца, деловито бегающего по улицам республиканской столицы, на камеру телефона засняли автомобилисты. Четвероногий пешеход сначала попал на видеообзор в районе остановки «Жестая школа» по улице Кавказской, а затем сворачивающим на улицу Кирова. Это все я весь на сегодня. Хороших выходных и всего доброго!